Доброго здоровья, с вами снова Нелнара и Лейне. И сегодня снова ответы на вопросы. Посмотрел видео Руслана и Ольги про воплощение в Германии и вспомнил одно из воспоминаний, которое сумел достать для своих друзей Натальи и Максима. И оно тоже напрямую касалось Германии и организации Анненербе и её тайных экспериментов. Началось это видение с того, что я увидел перед собой телеграмму, в которой было указано, что 25-го числа в замок Вевелесбург прибудет личный уполномоченный представитель Гиммлера с помощниками. Перед их прибытием, то есть 24-го, туда же приедут некие Шульге, Клаус, Стефан и Максим. Имя его звучало как Эгон. Погода в тот период стояла пасмурная, с минутными проблесками солнца. Местами моросил дождь и задувал холодный пронизывающий ветер. По прибытию в замок первой группы было проведено совещание. Все собрались в одном большом обеденном зале на первом этаже. Шульге, Клаус, Стефан и Эгон. Тут я смог раскрыть еще одного известного мне человека из этой жизни. Это была Наталья, Илма. И с ней еще одна женщина по имени Агнет. Группа в полном составе обсуждала свой план на вечер. Решили провести пробный эксперимент по перемещению сознания в зеркальную сферу. Словом, поместить разум человека в зеркало или отправить человека в другую реальность. Человек, над которым должен был проводиться данный эксперимент, был одним из группы прибывших в первой партии и знакомых с такой наукой, как физика, квантовая физика. Причина, по которой ставка делалась на своих людей, это четкое понимание и ясность данного эксперимента. Плюс передача информации, не впадая в панику и истерические припадки. Кандидат выбирался из числа двух женщин и мужчины. Уже вечером вся группа собралась в комнате для экспериментов. К этому моменту испытуемый был уже выбран. Ему поступали четкие указания, как вести себя перед самонастройкой. После чего в его организм была введена при помощи укола шприцом некая синяя жидкость. Также был сделан укол успокоительным. При этом испытуемый находился в полном сознании, но чувствовалась его отрешенность от всего происходящего вокруг. В этом же зале, но в отдельной комнате, в самом его углу, лежал человек. Он был привязан к койке, широкими кожаными ремнями, которые сдерживали его запястья и ступни. Еще один широкий ремень шел по поясу, не давая возможности человеку сдвинуться с места. Возле этого человека на деревянном стуле сидел гипнолог с блокнотом и набором карандашей. Рядом с гипнологом стоял помощник. Интересно, что человек, лежащий на койке в состоянии гипноза, получает информацию от внеземных серых существ. При этом он ее озвучивает, а гипнолог делает пометки в своем блокноте. Причем сам разговор, гипнозе и информация, получаемая посредством контакта, касалась напрямую основного эксперимента. И вопросы. В чем заключался эксперимент? Для чего хотели поместить сознание, испытуемую в зеркальную сферу? Развертка во времени. Их интересовало развернутое время в прошлое, а потом они узнали, что возможно и в будущее его раскручивать. Это эксперименты по просмотру в пространстве и времени событий прошлого и грядущего. Но не только это. Но в описываемое время фокус людей больше на этом. Чем закончился эксперимент? Там и неудачные эксперименты были. Несколько людей умерло, когда испытывали вещества. Они психодерические, но с разным на основе воздействия, приближающего к смерти. Болезненное воздействие. После смерти нескольких своих людей стали экспериментировать на военнопленных. И те, которые выходили в какой-то степени удачно, потом, то есть без смертельных и болезненных исходов, потом переводились на своих людей, на подготовленных, которых готовили месяцами к этому. Которых сейчас... О, там эксперименты давно шли. И... Вообще там установились контакты. Как они думали с другими инопланетными цивилизациями, но так было не всегда. Часть из них касались подземных жителей. Бывали, подсоединялись и грегоры. Зависело от веществ. Подсоединялись и души, умершие ранее. Продолжение следует... Вопрос, у меня энергии для вопроса не хватает, вопрос исчерпан или? Давай мы следующий. Какую информацию передавали серый гипнологу для этого эксперимента? Планирование и разработка встреч, физических встреч. Это серия сеансов, которые во времени распределены. Обмен технологиями. Обмен договора. Так, там контакт не с одной цивилизацией. Так, телепатическая связь. И были уже налажены связи и осваивались новые. Там направление вопросов и связи экспериментов было уже в несколько линий. И за сеанс пытались освоить несколько тем, но зависело от цивилизации, которая на них выходила. И уже там договора о встречах бывали. При которых... Плюс разработка... Плюс обмен. Обмен. Подготовка к встрече. Подготовка... Нет, это уже позже. Попытка договориться о новых... О вмешательствах даже. Желание вмешаться в военные действия. Желание запросить помощи от других цивилизаций в разработку планов поколения. Соседних стран и народов. И это тоже прорабатывалось, спрашивалось. Но не получало удовлетворения. Не хватает вопросов конкретных. Следующий. Зачем загадочные земли Тибета не раз отправлялись экспедиции, финансируемые правительствами СССР и Германии того времени? Тибет. Рассматриваем Тибет с большой высоты. Сейчас попробую. Что являлось притяжением? О, там есть недоступные места. Недоступные для простого человека. Туда вообще много людей самоосознающих себя тянутся. Некоторые тянутся за теми святыми людьми, которые там обитают в пещерах, в поселениях. А эти люди, святые, как их называют, или особенные, присвятленные, тянутся к... О, там вход внутренней земли есть. Один... Два... База... Вторая... Третья... Инопланетные базы... Четырех цивилизаций там... Под полной защитой. И очень выборочным допуском на свою территорию. Полное отмагничивание обычных людей на... И контроль за всем, что там происходит. Там даже есть слепая зона. Зона, которая не видна со спутников, Которые отзеркаливают все и создают географические... Восстановление окружающей местности или... Маскировка. Там концентрация баз... Четырех разных цивилизаций. Тибетские горы или горная сеть вокруг Тибета... Вот на этой территории рассредоточены базы. И есть особая концентрация, где... Просто две базы очень близко. И туда вообще доступа нет. Но были попытки... Правительства стран Индии и Китая... Сейчас ранее Тибета... Сейчас Тибет это часть Китая... Попытки... Которые были нейтрализованы, пресечены и... Предупреждены те, кто пытались. Есть места, куда доступ есть только самым... Подсветленным... Даже вот слово не совсем подходит... Людям. Куда могут попасть особые люди. А обычному человеку доступ вообще невозможен. Там живут и... И там есть вход. Вход в подземную... Проход. И он крупный. И он... Так вот внешне закрыт. Закрыт... Повторением ландшафта. Вот. Ты сейчас говоришь о сегодняшнем положении делали? Или то, что было во время Второй мировой? Это... Это даже... Задолго до Второй мировой войны. А эти базы существуют там... Тысячелетия. Хотя... Да. Давно. Хотя были изменения. Были расширения. Так. Во время Второй мировой войны. Вообще-то туда тянулись... А-а-а. Был вопрос, зачем туда отправлялись экспедиции, финансируемые СССР и Германией? Слухи, мифы, легенды о появлении в небе разных объектов, разной светимости и размеров. Там видели гигантские НЛО. И количество и концентрация НЛО, которые наблюдают те малочисленные группы людей, которые проживают вокруг Тибета и внутри Тибета, рассказывают. И эти слухи распространяются оттуда, и слухи о концентрации аномальных явлений, которые там происходят, притягивали, доходили... Так... Через путешественников доходили до глав стран, как Германии, так и Советского Союза. И туда посылались экспедиции. Они вроде научные, они вроде исследовательские, но внутри них находились люди эзотерические и духовно подготовленные. Потому что условия, местные жители знают условия прохождения некоторых ступеней или приближения к некоторым местам, в которых недоступны для человека. Там горные цепи, окаймляющие там... Люди понимают, что некоторые... Вот местные жители переводят и рассказывают, что... Докуда они могут доходить, есть слепые зоны, есть зоны... Недоступные, и где... Есть этапы, куда дальше могут проходить только духовно подготовленные люди. Вот. И такие слухи и мифы. Не мифы, а истории ходят там. И вот на основе этих историй страны, которые посылали туда свои экспедиции, старались подобрать соответствующих людей. Духовно подготовленных. Хотя это очень условно было. Что искали представители спецслужб в древних храмах Востока? И удалось ли им это найти? Слухи. Слухи, что там как раз живут старые цивилизации, которые обладали большими возможностями. Как физическими, так энергетическими, так техническими. Истории, записанные в книгах, в свитках, в рукописях. История от того, от тех, кого видели там, с кем общались. История особых людей. И также крупных предметов. Также носителей, носителей как вот транспортных средств, которые там через... Вылетали оттуда и влетали. То есть, вообще-то там... Там были подозрения и до сих пор есть, что там живут старые цивилизации. Или остатки старых, древнейших цивилизаций. Но по-новому это понимают... Там инопланетные цивилизации концентрируются. Да, там есть остатки. Но они под землей. Там вообще концентрация людей и... Не только людей. С особым духовным потенциалом и возможностями. То есть, там целая... Там буквально как раз... Целая цивилизация... Внутри нашей цивилизации живет. Несколько цивилизаций. Просто там есть входы. И там есть их... Буквально проходные двери и ворота. В подземной полости. И там идет расслоение. Там перекресток. Как это... Космопорт. Космопорт. Вот близкая... Аналогичная такое... Аналогия. И не один... Не один вход. Каждая цивилизация имеет свои входы. Там территория разделена. И вот там... Об труднодоступной области. И... Там даже, похоже, какая-то запрещенная зона. Через которую нельзя летать самолетом, что ли. Там какие-то запретные зоны существуют. Слепые. Там запреты. Беспилотные... Сейчас... Нет. Те, кто там живут, стараются всячески отгородить. А... От попыток внедриться туда. То есть, отмагничивают, стирают желание, память. И... Желание вообще туда проникать или летать над... Там есть три района, над которыми... Они замаскированы, но оттуда идёт отмагничивание. Как будто там... Люди... Люди не могут летать или... Какие-то влияния на психику людей идёт. И также на технические приборы. Хотя там у этих цивилизаций есть свой контроль у каждой. Контроль над теми, кто прилетает и их психологическое такое сканирование. И если что, они буквально... Сейчас... Влияют на... Так, вообще-то я... Какие-то секретные данные выдаю. Слишком. Я слишком много сказал. А вопрос был... Что искали представители спецслужб в древних храмах Востока? И удалось ли им это найти? Оружие, способность влиять на людей. Оружие, манипулирование, поражающее противника плюс... Возможности... Возможности для сохранения власти и приумножения её, грубо говоря. С использованием технологий, превышающих понимание людей на тот момент, средних людей. И даже на этот момент, на сегодняшнее современное понимание. Хотя сегодня мы уже ближе к этому. И кое-что мы уже... И поэтому те цивилизации держат нас... Держат ту площадь вокруг себя под ещё большим контролем. И были попытки туда... Так, там даже несчастные случаи были с военной техникой, которая была послана. Там падение самолётов были военных, которые... Пока власти местных стран не поняли, пока их не предупредили. И они не поняли, что нельзя туда внедряться, тем более с оружием. Попытка Германии, попытки Советского Союза и не только. Так, рядом расположенных стран тоже были. А ещё и Америки. Попытки как-то заполучить, как-то заинтересовать этих существ в том, чтобы с ними был обмен. И в некоторой степени оттуда отпочковалось сотрудничество Германии с одной из цивилизаций. Хотя они пытались наладить контакт, но наладили контакт с другой цивилизацией, с которой продолжили сотрудничество уже в Антарктиде. Вопросы закончились? Закончились? Если у вас будут вопросы по этой и другой теме... Я хотела сказать, что интересная у нас сегодня тема, просто у нас вокруг орбы летают. Я... Будут пойманы на камеру или нет? Угу. Может быть, я стал говорить лишнее, приближаться к тому, что уже нельзя говорить? А... Ну, я думаю, совсем лишнее не сказал, иначе бы мне перекрыли голос. Я бы не смог или захрипел бы. У меня такое было уже. Я сказал в пределах допустимого, и, возможно, эти орбы или вот эти шары летали здесь, контролируя, сканируя то, что я говорю, готовы остановить меня вовремя. Не бойтесь не умереть, не умертвить меня, а просто временно отключить мои голосовые возможности. Ну, вопросы закончились на сегодня. Да. Мы успели сказать то, что можно, и успели опасное предложить шитью. И если у вас есть подобные истории, темы, тем более вопросы, вы их можете задавать под видео, и, возможно, при ощущении вдохновения мы ответим на них или на некоторые из них. На этом все. До следующих встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok